всем привет вы на канале своими руками сегодня мы поговорим о том как правильно залить грузди здесь мы видим сырые грузди которые мы собирали сегодня их очень мало не так много и вот именно их мы сейчас почистим и нам нужно вымочить в воде для того чтобы ушла горечь для этого конечно мы убираем все веточки здесь попадут листочки хорошенечко чистим вот таким образом очищаем если что-то останется не страшно мы же будем вымочить поэтому вся грязь у нас отстанет грибов у нас немного но мы еще на собираем после этого как мы очистили мы заливаем водой конечно они у нас начинают всплывать поэтому для того чтобы они не всплывали иначе если они будут всплывать то они почернеют они должны быть в воде то мы уложим какой-то какую-то тарелку или еще что-то и сверху ставим груз чтобы наши грузди не всплыли и не почернели как сверху я поставил груз хорошенечко придавила и вот таким образом в воде они должны находиться находиться должны около суток в воде после этого обязательно нужно поменять воду хорошенько грибы промыть очистить еще раз от грязи и налить свежей чистой воды это через сутки ну а здесь вот мы видим другой кастрюльке мы собирали грибы еще ранее вчера они простояли уже сутки в воде прижатые тоже вот таким вот грузом и сегодня мы должны конечно уже достать раз прошли сутки хорошенько промыть поменять воду наливаю воду в другую посуду и здесь буду промывать грибы убираем груз смотрим у нас грузди это уже вчерашние вчера мои замачивали грязь хорошо видите отстает просто прекрасно и сюда ложим в чистую воду хорошенько промываем и после этого снова будем положить уже в кастрюлю заливать водой и снова прижимать грузом и так мы здесь грузди моем промываем хорошенечко вымачивать нужно трое или четверо суток иначе горечь у вас не уйдет и каждые сутки нужно обязательно менять воду вот посмотрите какая стала грязная вода после того как на грузе оттуда убрали если бы мы воду не поменяли то конечно она бы закисла и уже пошел бы запах поэтому обязательно каждые сутки каждый день меняйте воду и хорошенько промывайте грузди тогда они у вас будут чистенькие и уйдет вся горечь и так мы укладываем как мы видим грузди нашу новую кастрюльку вниз можно ложить поменьше я взяла уже другую кастрюлю если еще немного остаются где-то палочки листики ничего страшного чудо разовым вымачивать поэтому водой все смоет как мы видим грузди нашу новую кастрюлю как мы видим грузди у нас белые не почернели потому что они все были в воде не склывали и следовательно они не испортятся почернеют они в том случае если только окажутся без воды и так мы положили вчерашние грузди и то что собрались сегодня мы тоже можем сейчас и хорошенько еще раз промыть и сюда же и положить чтобы лишний кастрюль нас не было сегодня мы маловато на один день побольше мы подмачиваем и все и сразу видно что постояли сутки какие чистые до грибочки и вот один сегодня только мы их собрали видите грязь еще до того прилипло что мы ее отмыть не можем воде они погодут и вся грязь у нас отойдет снова заливаем чистой водой чтобы скрыть все грибы обязательно чтобы они все казались войти все воды предостаточно и сейчас мы опять должны чем-то приезжать и поставить груз и так я прижимаю тарелкой у меня такая тарелочка красить как раз все захватывает и ставлю груз поставлю чтобы приезжать аж грибанки чтобы они у нас не сплыли грибочки как хорошо все в воде оказалось я думаю что они у нас не почернеют можно даже немного воды добавить так я добавляю воду на всякий случай уж наверняка воды было побольше ну что они такие беленькие красивые грибы мне бы хотелось чтобы грузить и такими и оставали все оставляем снова на сутки и так 3-4 раза хорошенько промывать и заливать чистой водой и только после того как мы хорошо вымочим воде от моем можно будет приступать уже засолки и так сегодня мы будем солить грузди они у нас уже хорошо вымоченные беленькие чистенькие получились долго лежали в воде что мы для этого должны сделать это конечно обязательно насыпать соли в баночку положить укроп и после этого выкладывать уже грузди начали нужно положить маленькие грузди то есть небольшие обязательно их нужно посолить каждый слой отдельно снова нужен снова нужно посолить не забывать между ними можно ложить укроп чтобы они так сильно друг другу не прилегали их легче было доставать и так каждый слой мы просыпаем хорошо солью соль ужин по вкусу но обязательно чтобы они были хорошо просоленые лучше их потом вымочить воде и так продолжаем солить таким образом нас наполняется баночка грузди и последний грусть оставляю обычно его большой на самый верх чтобы хорошенечко все это прижало выделиться обязательно у нас видите выделяется сок сверху когда положили укроп обязательно посолите чтобы не было плесени все теперь нужно закрывать но обязательно капроновой крышкой желательно итак мы посолили грузди у нас получилось три баночки здесь вот я сделала такую закручивающую хотя до конца его закручивать не надо очень опасно по железными крышками все таки лучше всего безопаснее это капроновой крышечки по одними грузди не испортятся и не будем мы с вами бояться их конечно есть эти уже потом можно переложить когда появится у вас баночка другая поэтому плотно не закрывайте такую крышечку такую баночку и так на этом мы с вами прощаемся до новых встреч ждем вас на нашем канале где вы узнаете еще много много интересного и полезного всем пока